Ну, а мы же вернемся из лесов Ленинградской области в центр Петербурга, где в Манеже новая масштабная выставка «Пушкинская 10. Ковчег 21 века». Она объединит произведения мастеров ленинградского андерграунда. Ну, конформизма, да, и не только. Да, да, да. Почему в названии вынесено слово «Ковчег»? Ковчег, да. Спросим у Ильдара Абитова, он уже выходит с нами на прямую связь. Ильдар, еще раз тебе доброе-доброе утро. Ну, рассказывай, что ты там видишь вокруг себя? Приветствую вас, коллеги. Доброе утро, дорогие наши телезрители. Да, все верно, все расскажу. Но для начала хотелось бы отдельно сказать, что центральный экспонат выставки – это вот такой вот памятник Александру Сергеевичу, выполненный в натуральную величину. Он встречает всех посетителей здесь в Манеже и вместе с фирменным центром Пушкинской 10 буквально переносит в атмосферу арт-центра. Его воссоздали здесь, в Манеже. Но подробнее о том, что еще тут можно увидеть, нам прямо сейчас расскажет Богдан Хилько. Богдан, доброе утро, здравствуйте. Здесь собрано более 400 экспонатов. В принципе, все объекты разделили на несколько смысловых частей, каждый из которых вообще рассказывает об определенной конкретной творческой группировке арт-центра. Вот с помощью чего это было сделано? Да, все объекты поделены у нас на определенные контейнеры, раскрашенные в цвета флага арт-центра Пушкинская 10. И эти контейнеры отсылают нас к концепции Копчега 21 века, который заложили основатели арт-центра при его создании. Ну, то есть контейнер, он, наверное, используется как некий образ на корабле, да, то есть для перевоза культурных каких-то ценностей. Вот в какой контейнер мы прямо сейчас с вами отправимся? Наша выставка начинается с двух контейнеров, в которых расположились основатели арт-центра. Это Сергей Ковальский, Евгений Орлов, Вадим Войнов и Юлия Рыбаков. Прямо сейчас мы входим в контейнер Вадима Войнова и Евгения Орлова. На что здесь стоит обратить внимание отдельно? Я думаю, в первую очередь привлекает внимание вот это полотно Евгения Орлова, которое называется «Над горой». На нем мы видим изображение церкви, но непримечательный, на первый взгляд, пейзаж, на самом деле поражает тем, как художник работает с пространством, соединяя манеру работы древнерусских художников со стилистикой классического русского авангарда. Мы можем с вами тогда пройти дальше. И здесь, в общем-то, здесь на самом деле очень много всего представлено, вот то, что мы видим на стенах этого контейнера. Что за объект, ой, фантастически, что за объект, который сейчас перед нами? Это объект Сергея Ковальского, который называется «Паралилошар». «Паралилошар» вообще очень важная теория для Пушкинской 10, которую Ковальский и разработал. Она говорит о том, что арт-центр существует независимо от всего остального мира, самовоспроизводится, саморазвивается, самообучается, что и позволяет ему жить, развиваться и продолжать делать актуально для Петербурга искусство. Какие еще творческие объединения, работы каких творческих объединений еще здесь можно увидеть? Также у нас представлены «Медьки», известное петербургское объединение 80-х-90-х годов, которое существует и сегодня. Стоит обратить внимание и на Рефевский круг, с которого в целом началось неофициальное искусство в Ленинграде на рубеже 40-х-50-х годов. Вода, ну, наверное, последний момент, который мы успеваем проговорить, в целом вот андеграунд, ленинградский андеграунд появился во второй половине 20-го века, он до сих пор актуален. На ваш взгляд, в чем вообще феномен вот этого петербургского неофициального искусства? Я думаю, феномен в том, что Ленинград всегда, Ленинград и Петербург всегда был традиционен, всегда перенимал какие-то идеи от предыдущих поколений, и вот эта передача, она именно имеет значение ученичества, прием опыта и новое его переосмысление. Оно дает новый импульс для искусства сегодня. Богдан, спасибо вам огромное, друзья мои. Ну, а здесь, в Манеже, помимо показа экспонатов, подготовлена еще и обширная музыкальная программа. Каждое воскресенье здесь посетители будут ждать специальные концерты, которые будут ближе знакомить с историей на арт-центре Пушкинская 10. Коллеги.